За последние два года словарь пополнили два слова «коронавирус» и «анасмия». Может, мы и не говорим «анасмия», но слово «обоняние» произносим так часто, как будто 24 на 7 находимся на форуме парфюмеров. Так вот, «анасмия» — это потеря обоняния. 88% именно у стольких людей отшибает нюх из-за коронавируса. Опасно это тем, что без обоняния невозможно определить свежесть продуктов и ощутить запах горя и газа. Лекарств для восстановления обоняния нет, но можно ускорить его возвращение. Например, доктор Комаровский советует поддерживать оптимальное состояние слизистых, чтобы они не присыхали. А это значит, что нельзя допускать перегрева и нельзя находиться в помещениях, где очень сухой воздух. Нужно проветривать, и должно быть ни в коем случае не жарко спать в комнате, где чисто, проводить часто влажную уборку и при этом, чтобы температура не была выше 20 градусов. Обоняние можно тренировать. Берем ватный диск, несколько капель эфирного масла, любимого, но забытого. Делаем короткие вдохи, перерыв 15-20 минут, меняем аромат, заставляем нос буквально вспоминать. Одна из тренировок — это алифакторный тренинг, то есть это восстановление нейронных связей и активации обонятельных рецепторов. Для этого необходимо выбрать 5 сильных запахов, желательно приятных, это может быть эфирное масло, мяты, лимона, розы, какие-нибудь яркие или кофе, и нюхать примерно 15-20 секунд эти запахи не реже двух раз в день. Для тренировки вкусовой и обонятельной функции советую добавлять в пищу натуральный усилитель для вкуса и запаха. А это специи — укроп, петрушка, базилик, кинза, тимьян и розмарин. У кого-то обоняние возвращается через неделю-две, у кого-то через три месяца. Причина на СМИ после ковида-две. В первом случае нарушается структура слизистой оболочки носовой полости, а во втором происходит поражение сенсорной обонятельной системы. Поэтому и восстановление происходит у всех по-разному. Редактор субтитров А.Семкин